Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну, ты же сам понимаешь, времена такие, как бы, ничем не брезгуем. Деньги на донат нужны. Вот, открыл свое небольшое дело. Деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки. Полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой! Гилдосик подождет! Субтитры сделал DimaTorzok Кинокомпания не так добко представляет. Вечер выпускников Warface. Или что выбрать для качественного нагиба? Скажите, пожалуйста, с какой целью прибыли? Я вас умоляю, какие прибыли? Сплошные убытки! Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И последнее время мне стали задавать вопросы. Во-первых, Рокутагин, какую пушку выбрать среди новых подарков, которые, кстати, доступны всем игрокам. И новичкам, и старичкам. И второй вопрос. Рокутагин, я все сделал. Как получить подарок? Тут, друзья, все элементарно. Проходите по ссылке в описании подарки игрокам. И, соответственно, вас перекидывают на страничку. Там все пролистываете. И вот они подарки, собственно говоря. Штурмовик, медик, инженер, снайпер. Выбираете то, что понравилось. Нажимаете забрать. Подтверждаю. И внизу там есть кнопочка перейти в инвентарь. То есть предметы переводятся, друзья, не сразу в игру. И не в мои предметы на сайте. А в инвентарь в сервисах. Вот там их и стоит искать. Дробовик, кстати, мне пришел в течение нескольких минут. А вот броня как бы запоздала. В принципе, мне пофиг. У меня и так эта броня есть. И переходим к наиважнейшему вопросу. Что же выбрать из того, что нам предоставили? Как вы, наверное, уже поняли, в любом случае вы получаете набор брони Авангард на выбранный класс навсегда. И вопрос остается за пушкой, которую вы получите на 30 дней. Что, кстати, сочно. И начнем мы, собственно говоря, со штурмовика как самого популярного класса Warface. Если вы штурмовик, вы можете забрать Galil Ace 23. Пушка весьма хорошая. Нагибная. Играя на Грандмастере, вы знаете, регулярно ее встречаю. Хотя есть пушки и получше. А хуже Вала будет. Так, он хуже Вала. Тут просто спорить глупо. Галил Эйс не является каким-то вот таким прямо оутсайдером, слабой пушкой и так далее. Но он уступает фаворитам сегодняшним. Среди которых, конечно же, у нас Имбел, Вал, Шурфайр и Галил второго поколения. А также один из моих любимых стволов за всю историю. МСБС Грот. Эти пять пушек, однозначно, я считаю, лучше, нежели Галил Эйс. Однако, при всем при этом, умелый штурмовик с этим Галил Эйс, обладателей вот этих всех стволов, может запросто перепилить. А всех остальных он вообще с легкостью сносит хедшотом. И, кстати, даже при появлении брони графит, которую, я думаю, у нас уже скоро должны её ввести, Галил Эйс всё равно будет актуален, потому что наши разработчики вместе с бронёй там нахимичили, и пушки, которые сегодня в мете, вроде как приподняли, и поэтому в графит они будут убивать плюс-минус как Авангард. В том числе и Галил Эйс 23. Так что не могу сказать, что это тир-1 топ-1 ствол, но, знаете, такой пред-топ. Вот есть пять стволов, которые однозначно все очень крутые, и вот за ними, вот прямо вот тут, вот где-то тут, прямо, вот, прямо вот, знаете, вот, жопу нюхает вот как раз Галил Эйс рядом. То есть нагибать можно, можно делать всё практически то же самое, но чуть-чуть всё-таки послабше. Так что, так или иначе, выбор, по моему мнению, не лучший, но очень неплохой. А что про Пипеду скажешь? Вот, переходим мы к СИГ-552 Командо Инженера. ППХ уступает САРу, и с этим спорить глупо. Некоторые мне пишут, Рокутагин, да вот у меня СИГ, да я эти все САРы крутил, вертел. Нет, может быть, но честно, САР и СИГ это разный уровень, вот тут прям точно. С видением САРа СИГ стал тир-2. Да, с ним тоже, как и с Галил Эйсом, можно нагибать, скажем так, обладателей САРа. Но здесь разрыв более существенный и более ощутимый, поверьте мне. А если учитывать, что скоро обновление у нас должно быть, наверное, с графитом, или пока, может, без него, и там САР ещё апнули, но вы понимаете. СИГ-552 Команда прочно закрепиться на тир-2 и на тир-1 покушаться уже не сможет. Хотя, в принципе, и пушку и так дают на 30 дней, какая разница? В общем, вариант приемлемый, неплохой, не скажу, что отстой, но вот прямо, знаете, вот такой вот, не фонтан, но брызги есть. И да, если вы рукастый парняга с ним, тоже можно бегать на РМе и сносить. Но САРом будет прямо ощутимо лучше. Так что, я вам сказал, я вас предупредил. Братан, почему болтов тебе нет в нарезке? Очень просто, капитан, очевидность, потому что Альпина это, в принципе, не оружие. Да, друзья, Альпину я вообще, даже если я не играл, не пытался мучиться, вообще, про неё говорить не будем, практически. Я про неё сейчас вкратце скажу, и всё как бы, и забыли. Пушка говно. Вот, ну вы поняли, да? Болтовка, которая не ваншотит, это, в принципе, не оружие, в принципе, я считаю. Ну, в принципе, вы поняли, я мастер тавтологии. Ну, короче, пацаны, ну фигня, нафиг она нужна, болтовка, которая не ваншотит? А кто сейчас скажет, ну вот если вот в нокдауна, а фигушки мой сладкий, нокдауна скоро не будет, всё, сосать. Блять, милочка какая, а так радость этого, да. Так что всё, забудьте, это будет пушка, которая скоро будет не только не ваншотить, но и в нокдауна не ложить. Короче, в жопу её, в жопу, в жопу, в жопу. У нас 4 класса, и снайперу самое говно подкатили, серьёзно. Сиг-552 вы можете взять грандмастера. Да, если прям надо уметь стараться, ну вы возьмёте. С Галилейс, да, в принципе, вы возьмёте грандмастера, как бы, ну, просто нормальные навыки нужны, хорошая команда. Без проблем, не будете проседать, команда не будет вас ругать, ни с Сигон, ни с Галилом, вы будете себя чувствовать в любом случае, нормально. Это нормальные, хорошие пушки. Если не Тир-1, то вот прямо дышат спину. Но Альпина, это полный шлаг, это просто неиграбельно, я вам крайне не советую. С Альпиной закончили, в принципе, говорить о ней просто нечего. И вот, самое главное, на десерт, самое сладенькое, муа, однозначно Тир-1 пушка. Без вариантов, которая, поверьте мне, сносить будет даже графит. И, по-моему, ещё все новые виды брони в ближайший год точно. Хант Групп МХ-12, детка. Бешеный дробовик, который попал в этот список, наверное, случайно. Потому что Галилейс, скорее всего, будет топ-6 пушкой. Сиг-552 команда, ну, в принципе, да, наверное, будет топ-2. То Хант Групп, это, собственно говоря, с Бенели топ-1. Почему с Бенели топ-1? Сейчас объясню. Бенели это пушка, дисбалансная, жарящая на огромные дистанции. Но вот вблизи у неё бывают проблемы. Тупо не ваншоты, не хватает патронов и так далее. И вот тут есть альтернатива. Тот самый Хант Групп, который, в отличие от Бенели, вообще не знает, что такое не ваншот. Ибо два патрона с бешеным уроном залетают просто на ура. От бедра лупит, мама, не горюй. Да и в прицеле тоже. Кстати, в прицеле можно на инженерной дистанции, пусть не как Бенели, но тоже разносить. Патронов просто доху. А, по-другому не скажешь. Да и темп позволяет, в принципе, около двух выстрелов в секунду делать. Речь, ребята, идёт о таких, прям, знаете, задротах медиках. Никаких не будет. И, знаете, тех, кто и грандмастеры берёт, и мясорубки рвёт. И да-да, ху. Бенели, оказывается, это не единственный выбор таких медиков. Многие предпочитают именно Хант Групп. Так бы сразу, братан, всё ясно, однозначно надо брать Хант. Ну, собственно говоря, Кэпчик, да. Хант тут просто вне конкуренции. Вот так, друзья, если вы мультикласс, берите Хант, честно, не пожалеете. Если вы играете и штурмовиком, и инженером, в принципе, и то, и другое хорошо. Я не могу сказать, там, Сиг-552 или Горилл Эйс. Они примерно одного уровня. Не то чуть подслабже, но хороши. Если вы снайпер, блин, тут тоже выбор однозначный. Берите Хант, не пожалеете. Ну и, собственно говоря, вот и всё. Разбор полётов проведён. Ещё раз напоминаю, что акция абсолютно для всех. Неважно, вы там донатили, не донатили, новичок вы, ветеран, не играли месяц или играли вот только что до того, как посмотреть это видео. Проходите, забирайте и, конечно, нагибайте. Братан, а получается правда, во Фейс можно играть без доната. Да, можно. 30 дней.